МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Астане намерены принять предпринимательский кодекс. Какие приятные сюрпризы ждут бизнесменов, выяснил Дмитрий Крюкович. Алматинский цирк, киностудия Казахфильм, как и еще гособъекты, идут с молотка в Казахстане, узнала Назия Туякова. В Астане поначалу хотели приватизировать и одну из главных визитных карточек столицы – торгово-развлекательный центр «Думан» с уникальным океанаремом внутри. Нуршултан Назарбаев вместе с лидерами мирового духовенства пытался сегодня наладить диалог между политикой и религией. Очередной пятый по счету съезд лидеров мировых и традиционных религий собрал в Астане представителей свыше 42 государств. Перед началом пленарных сессий глава государства встретился за круглым столом членами Совета религиозных лидеров. Последний раз они виделись три года назад. За это время мир столкнулся с новыми попытками посеять рознь на почве расовой и религиозной неприязни. Нуршултан Назарбаев обратился к муфтиям, священникам и раввинам с просьбой удвоить призывы к пастве о мире, согласии, толерантности и прощении. Своё решение существующих проблем президент Казахстана озвучил и на открытии съезда, назвав эти меры отражением боли и надежд миллиардов людей по всему свету. К призывам главы государства прислушался и наш корреспондент Артём Истомин. Казахстан, Астана, дворец мира и согласия. Представители духовенства уже в пятый раз собираются здесь, чтобы ответить на главные вопросы, которые волнуют всё человечество. Как жить в мире? Как прекратить войны? И как сделать так, чтобы терроризм больше не смог прикрываться религией? Такое возможно только в Казахстане. Равин о чём-то увлечённый беседует с муфтиям, священник помогает поудобнее сесть буддисковому монаху. И даже за одним круглым столом, несмотря на то, что речь звучит на разных языках, кажется, что все говорят на одном – на языке мира и взаимопонимания. Именно Нурсултану Назарбаеву пришла идея объединить усилия представителей всех религий. Обращаясь к делегатам, президент привёл основные цитаты различных учений и посоветовал брать пример с Казахстана – страны, где нет места раздорам и распрям. Мы все объединены единой целью построить процветающее государство, которое к середине 21 века будет стоять в одном ряду с 30 самыми развитыми нациями мира, наш народ над этим работает. Главной основой выступают гражданское равенство и толерантность, открытость, правопорядок, единство помыслов и практических дел по созданию достойных условий для каждого человека. В Казахстане, напомнил Назарбаев, больше трёх тысяч мечетей, храмов, молитвенных домов, синагог и других культовых сооружений. В мире согласий в стране живут представители 18 конфессий. Если смогли мы, значит, получится и у других. Главное, чтобы вера была настоящая, то есть та, которая побуждает человека к любви, состраданию и добру. Человечество устроено так, что этнические, языковые, религиозные, культурные различия в обозримой перспективе будут всегда. Значит, нам надо согласиться с этой парадигмой и надо искать пути толерантности, терпения и уважения друг к другу. Видеть человека таким, как он есть, не стараться переделать религии, людей на свой лад. Переделать на свой лад. Как раз в этом и кроется суть многих глобальных религиозных и этнических конфликтов. Новости с разных концов планеты сегодня напоминают фронтовые сводки. Бомбёжки, кровавые казни, убийства ни в чём не повинных людей. Сирия, Йемен, Восточная Украина. Террористы прикрываются псевдорелигиозными призывами, объявляют себя так называемым исламским государством, хотя по сути никакого отношения к истинным вероучениям они даже не имеют. Это лишь ширма, за которой можно убивать и разрушать. Прекратить все военные конфликты, объявить перемирие. Всем противоборствующим сторонам надо сесть за стол переговоров, выработать соглашение о прекращении насилия, защите мирных граждан, мирном решении всех противоречий. Казахстан всё для этого делает, для того, чтобы примирить конфликтующие стороны в разных частях света. Президент призывает отказаться от силовых методов в решении любых политических конфликтов, прекратить взаимные санкции, перестать использовать СМИ для разжигания межконфессиональной розни, а также объединить усилия для решения проблем нищеты, голода, эпидемии, безработицы и борьбы с природными стихиями. Я обращаюсь ко всем присутствующим политикам, общественным деятелям использовать свои влияния и возможности для прекращения войн и конфликтов, восстановления доверия в глобальной политике. Сегодня в Астане был сделан ещё один шаг, чтобы власть и религия услышала и поняла друг друга. Именно такая духовная дипломатия может стать ключевым звеном нового безопасного и гармоничного мира. И сразу после съезда лидеров мировых и традиционных религий Нашултан Назарбаев встретился с генеральным секретарём ООН Пан Гимуном. Президент Казахстана отметил, что участие Генсека ООН в работе съезда придаёт статус событию и повышает авторитет мероприятия. Ваше участие, приезд очень сильно поднимает значение нашего съезда. Время сейчас очень бурное во всех отношениях экономики, политики, международных делах, поэтому у вас много дел, работы во всём мире, однако вы приняли участие. Идёт подготовка к 70-летию ООН. Считаем, что такими мероприятиями мы вносим свою лепту в мир на земле. В свою очередь Пан Гимун поблагодарил Нашултана Назарбаева за приглашение принять участие в соль значимом мероприятии, на котором собралось религиозное духовенство. Этот съезд как никогда важен в это время. Вы выступили с этой инициативой 15 лет назад, когда ситуация радикально отличалась от нынешней. Сегодня, когда весь мир страдает от религиозного экстремизма и терроризма, необходимо, чтобы голоса религиозных лидеров, призывающих противостоять ненависти, были больше и лучше услышаны. Политика двойных стандартов тормозит разрешение военных конфликтов. Об этом в рамках съезда заявил заместитель Генстеркатрия Всемирной Исламской Лиги Абдрахман Бен Абдалла Аль-Заид. Он подчеркнул, что организация решительно осуждает деятельность террористических группировок. Самая важная проблема в политике двойных стандартов – это игнорирование международным сообществом таких проблем, как проблема мусульман Центральной Африки, проблемы, с которыми сталкивается палестинский народ, преступления, которые совершаются представителями определенной конфессии под предлогом борьбы с другими. Поэтому необходимо осудить такого рода преступления. Тефарский раввин Израиля Исхак Иосиф заметил, что сами по себе разногласия не являются чем-то плохим. В то же время подчеркнул, что одних разговоров недостаточно, необходимо действовать. О том, как религия влияет на молодежь и в ответственности религиозных и общественных деятелей перед человечеством, говорили уже в ходе секционных заседаний съезда. Безусловно, конечно, главная тема – это противодействие терроризму и экстремизму, который пытается основать свои беззакония на религиозной почве, на религиозной платформе. Но также нам очень важно проявлять всем религиозным лидерам, тем людям, которые голодают, которые нуждаются, мы должны об этих людях заботиться. Проведение съезда мировых религий в Астане имеет огромное значение. Такие площадки помогают на деле учить друг друга и решать общие проблемы, а значит, избежать конфликта религий и культур. Мы сегодня должны во весь голос говорить о том, что не существует так называемого исламского государства, так как от имени исламского государства совершаются нечеловеческие террористические акты. Ислам не призывает к террору, ислам не призывает к убийству. И сегодня слова мировых политиков и священнослужителей об угрозах терроризма вновь подтвердились. В египетском Луксоре неподалеку от Карнакского храма прогремел взрыв. Трое смертников попытались проникнуть в автобус с туристами. Их остановил патруль, завязалась перестрелка. Двоих террористов удалось застрелить. Третий, понимая, что до цели не добраться, активировал взрывное устройство. Ранение получили четверо военнослужащих. В нашем МИДе уже заявили, туристов казахстанских в числе пострадавших нет, но на территории Египта сейчас остаются 200 казахстанцев. Напомним, экстремистская группировка «Ансар-бет-аль-Магдис» пригрозила атаками против туристов в Египте почти год назад. И еще одно значимое событие. В Казахстане открыли новое здание Организации Объединенных Наций. Участие в открытии принимала личная генсек ООН «Пангимун». На новоселье международной организации побывала Назия Туяква. Новое здание представительству ООН в Астане необходимо было уже давно. Но прежде сотрудники самой авторитетной организации в мире располагались в двухэтажном офисе неподалеку отсюда. Значительно меньше этого. Оно не могло вместить все спецучреждения ООН. И они были вынуждены находиться в разных зданиях. Отныне все спецучреждения ООН будут размещаться под одной крышей. Кстати, казахстанское правительство выделяет еще одно здание Организации Объединенных Наций. «Принято решение о выделении здания под нужды международных агентств в Алма-Ате. Это значительный шаг на пути к созданию полноценного кластера ООН в Южном мегаполисе». И приятная неожиданность. Генсек ООН присвоили степень почетного доктора казну имени Аль-Фараби. «Я очень польщен присутствовать на открытии нового здания ООН. Это демонстрирует динамику партнерства с Казахстаном. Сегодня ваша страна является примером государства, которое делает очень многое для установления мира не только в своем регионе, но и во всем мире». «Записать отдельное интервью и задать вопросы генеральному секретарю ООН никому, журналистов в том числе и нам, к сожалению, не удалось. Слишком плотно у него график, хотя вопросов было подготовлено немало». Спасибо. Это была моя коллега Назья Туякова, которая побывала на открытии нового офиса ООН в Астане. Вдохнуть новую жизнь в казенные предприятия, а заодно избавить бюджет от лишних трат. Программа приватизации призвана снизить государственное вмешательство в экономику. Но за год удалось продать лишь 173 объекта из 313 запланированных. Почему так происходит и какое именно госимущество пытаются отдать чужие руки, выясняла Назья Туякова. Визитная карточка Алматы – дворец республики. Дорогой в летописи истории первой столицы суверенного Казахстана. Сегодня дорогое удовольствие для бюджета. В год набегает свыше миллиарда. Возможно, баснословное обслуживание и стало причиной того, что дворец был включен в список. Однако чиновники все это опровергли. «Всех вело в заблуждение то, что в списке объектов есть товарищество с ограниченной ответственностью, таким аналогичным названием, которое управляет этим зданием. Но в здании не находится в собственности этой организации. В здании не продается». Включили в план приватизации Алматинский цирк. Однако могут и передумать. Вопрос об его исключении списка сейчас обсуждается чиновниками. А вот «Казахфильм» все же продадут, вернее, 49% его акций. Правда, сроки продажи передвинулись на 2016-е. В Астане поначалу хотели приватизировать и одну из главных визитных карточек столицы – торгово-развлекательный центр «Думан» с уникальным океанаремом внутри. Однако в Минфине заверили – продавать любимым народам комплекс ненамеренный. Да и зачем нерентабельным? Его трудно назвать даже обывателю. Нерентабельность и непрофильность – именно поэтому и хотят освободить бюджет от сотен объектов по всей стране. Коммунальные предприятия, автобусные и троллейбусные парки, специализированные школы, стадионы, подведомственные санатории и даже футбольные клубы. Чиновники из Минфина полагают, всем этим будут лучше заправлять предприниматели. При этом социальные объекты, по их словам, никто трогать не собирается. Хотя на деле все совсем не так. Крупнейший стадион Петропавловска и всего региона – любимый в народе «Караса». Его тоже могли продать. Название стадиона, по крайней мере, включили в план приватизации. Но это, к счастью, опровергли. Если в регионе это единственный стадион, который действительно обеспечивает какие-то социальные гарантии, но такие объекты мы не продаем. Три года функционировало как стадион. По прошествии трех лет его перестроили в ресторан. Жительница Петропавловска Кристина Мамонтова вспоминает о другом, некогда крупнейшем спортивном комплексе областного центра. В годы первой волны приватизации его передали в частные руки и переделали в ресторан. А спортсмены перенесли свои тренировки на улицу. Такая судьба может ожидать и сразу три крупных спортивных объекта Тимиртау. Там в следующем году участникам отдадут плавательный бассейн, стадион «Метаург» и ледовый дворец. Но культурные и социальные объекты продавать все же сложнее. На торгах куда популярнее коммунальные предприятия, а также компании нацхолдингов. От своих активов избавляется Казмунайгас и Казахстан-Тимиржулэ. А вот итоги другой государственной программы уже видны. Представители фонда «Самрук Казына» сегодня рассказали о реформе в крупнейших компаниях страны. Программа трансформации уже приносит результаты. За круглым столом, где обсуждаются инструменты развития бизнеса и ключевые показатели деятельности холдинга по управлению госактивами, собрались ведущие ученые-экономисты и депутаты парламента. «Самрук Казна» с точки зрения прозрачности – лидер и не только в стране, но и в мире. Я горжусь тем, что наш фонд с точки зрения прозрачности финансовой отчетности является номер один среди суверенных фондов. Мы ежеквартально публикуем свою консолидированную отчетность. Помимо финансовой отчетности, мы публикуем пояснение и анализ, чего не делают компании к этой финансовой отчетности. Перейти на новые рельсы работы крупнейшим компаниям страны помогает специальная группа по трансформации. В нее вошли лучшие сотрудники. И первые итоги уже есть. Казпочта признана самой результативной компанией. Это благодаря тому, что вы, как руководство «Сейсомрук Казна» пошли на большой шаг и сделали в Казпочте. И там из 9-14 директоров 5 директоров являются независимыми. Кадровая политика вообще под особым контролем. В фонде внедрена жесткая система отбора сотрудников. На одно рабочее место претендует почти 100 человек. Открытый конкурс проходит в онлайн-режиме. Трансформация в кадровой политике – это меритократия, развитие кадров, привлечение иностранных специалистов. Все эти бизнес-процессы оптимизированы, выправлены. И на сегодняшний день мы вышли к такому знаковому результату, что мы должны вообще вернуться к вопросу о миссии фонда, о мандате фонда и об организационной структуре фонда. Программа трансформации из инструментов реализации плана «Сто шагов по пути пяти институциональных реформ». А в итоге – вхождение Казахстана в тридцатку развитых стран мира. Из Астаны Хайрат Журумбаев, Айджан Утсбаев, Хабар. Бизнесменов Казахстана ждут сюрпризы. В стране может появиться правозащитник при разрешении экономических споров. Можилищи сегодня презентовали предпринимательский кодекс. Стоит отметить, что для Казахстана подобный документ является совершенно новым. Дмитрий Крюкович был на заседании и расскажет, как шла работа над новым документом. Разработка нового кодекса, что она дает? Очень много новшеств. Во-первых, вводится институт омбудсмена. Это говорит о том, что предприниматель, который попал в какую-то непростую ситуацию, может обратиться к посреднику и который будет более тщательно урегулировать вот эти вот все спорные вопросы между бизнесом и государством. По появлению этого кодекса мы создаем новую отрасль права в нашем законодательстве, а именно предпринимательского права. Есть целый ряд важных законодательных новелл, таких как появление презумпции добросовестности предпринимателей, о котором мы многие годы говорили. Еще вводится такая статья «Социально ориентированный бизнес». Она, в принципе, уже действует достаточно давно, но законодательно ее впервые закрепили. Это говорит о том, что бизнесмены должны не просто получать какие-то сверхприбыли, работать в определенном регионе, но и что-то давать для этого региона, строить какие-то объекты, помогать малоимущим. Из 101 депутатов Мажелиса за кодекс проголосовали 100. Это, по сути, единогласно. Дмитрий Крюкович, Баужан Сыздыков, Хабар. Депутаты Мажелиса повторно просят разработать закон о закупках. В своем запросе на имя премьер-министра Светланы Кадролеева приводят статистику по нарушениям. В 2012 году было наказано 2500 чиновников. Из них 1000 привлечены к административной и уголовной ответственности. По мнению депутатов фракции Ахжол, регулярные нарушения связаны с тем, что сфера госзакупок не урегулирована должным образом. Мажелисмены уверяют, конкурсы, объявляемые государственными органами, являются потенциальным полем коррупционных нарушений и источником так называемого бегства капиталов в офшорные зоны. Новый закон может позволить перекрыть такие возможности. В том, что данное поле не урегулировано должным образом, свидетельствуют и многочисленные обращения казахстанских производителей по поводу нарушения их законных прав и интересов при проведении закупок дочерними организациям, национальных компаний и недропользователями. Мы можем ответственно заявить, что пренебрежение интересами отечественных производителей со стороны субъектов квази-государственного сектора носит систематический и совершенно безнаказанный характер. Смотрите далее. Казахстанские медики бьют тревогу в Южной Корее, где жертвами коронавируса стали 9 человек. Сейчас находятся более 3000 наших граждан. Деньги от Нурсултана Назарбаева дошли до адресата. Помощь от главы государства получала Айала Акадрбек и еще несколько десятков казахстанских детей. Наша мечта осуществилась. Прокуроры спешат на помощь малькам. В Атаровской области пытаются помочь рыбе добраться от Урала до Каспия. Число жертв верблюжьего гриба в Южной Корее выросло до 9 человек. Туристы отказываются ехать в страну из-за опасений заразиться. По данным ВОЗ, вакцины от вируса не существуют. При этом смертность от заболевания составляет 40%. О том, какие меры предпринимают власти Южной Кореи в борьбе с опасной болезнью, материали нашего корреспондента. Регулярная санобработка. Так, спецодежды и с помощью большого количества дезинфицирующих веществ власти Южной Кореи пытаются сдержать распространение вируса. Жителям рекомендовано без необходимости не посещать места большого скопления людей и в первую очередь больницы. Граждане и сами стараются лишний раз не покидать домов. Те же, кто вынужден ехать, например, на работу, появляются на публике исключительно в масках. Я ношу маску, потому что моя жена сказала мне ее надеть перед выходом на улицу. Я очень боюсь заразиться, ведь тогда от меня заразу подхватят и другие. Накануне был зарегистрирован первый случай заражения ребенка. Ранее считалось, что дети к вирусу невосприимчивы. Теперь закрыты свыше двух тысяч школ и детских садов. В тех, где еще продолжаются занятия, ежедневный медосмотр – обязательная процедура. В карантин, по данным агентства Рейтер, подмещены уже три тысячи человек. Несмотря на это, власти Южной Кореи призывают граждан не поддаваться панике. Повода для чрезмерной беспокоенности нет. Постарайтесь придерживаться обычного жизненного распорядка. По данным южнокорейских СМИ, коронавирус ближневосточного респираторного синдрома или верблюжий грипп попал в страну из-за рубежа. Первый больной обошел несколько больниц, прежде чем медики забили тревогу. В итоге заражены оказались несколько десятков человек. Сейчас заболевание подтверждено уже более чем ста жителей Южной Кореи. Лилия Шимарданова, Кирилл Черней. Насколько Казахстан готов отразить опасный вирус? Ответ на этот вопрос искал мой коллега Аскар Сергалеев. Он побывал в аэропорту и убедился, что отечественных туристов новая болезнь пока не пугает. Несмотря на тревожные сообщения, которые продолжают поступать из Южной Кореи, воздушные ворота Алматы по-прежнему работают в обычном режиме. Южная Корея, конечно, далеко, однако риск для Казахстана все же существует. Сегодня ночью из Алматы в Сеул отправляется очередной рейс. Да и с арабскими странами у нас довольно интенсивное воздушное сообщение. Вирус очень опасен. Первые случаи были зафиксированы в 2012 году. Кроме того, если посмотреть историю этого вируса в Южной Корее, первым источником стал гражданин этой страны, который вернулся из стран Ближнего Востока. Турист из Алматы Иван Паламарчук летит не в Корею, хотя в том же направлении. И, судя по его словам, смертельный вирус его ничуть не пугает. У меня сомнения, что вообще есть какой-то вирус. Так же, как с Эболой, я не думаю, что оно как-то дойдет до стран Юго-Восточной Азии, потому что там от Кореи до того же Таиланда довольно-таки далеко. По данным внешнеполитического ведомства Казахстана, сейчас в Южной Корее находятся более трех тысяч граждан Казахстана. Но отечественные санэпидемслужбы пока лишь ограничиваются рассылкой разъяснительных писем и советами, как не заразиться. Населению, выезжающим за границу, рекомендуется по возможности воздержаться от выездов неблагополучной страны, где регистрируется это заболевание. И принимать соответствующие меры предосторожности при замечании людей с характерными признаками коронавирусной инфекции. Совет, конечно, полезный, но как простому туристу заметить эти признаки на начальной стадии без тепловизора непонятно. А сейчас у нас на прямой связи со студией из Алматы доктор медицинских наук Андрей Дмитровский. Андрей Михайлович, скажите, насколько реально опасен вирус МЕРС для человека? На самом деле вирус МЕРС достаточно опасен. Например, если брать Ближний Восток, то летальность там достигает где-то 35, может быть, 45 процентов. Если брать Южную Корею, из 100 заболевших 8 умерло, то есть 8 процентов. Это достаточно высокий процент летальности. А насколько Казахстан подпадает под действие этого вируса? Казахстан находится, как вы понимаете, не вблизи Дальнего Востока и не вблизи Ближнего Востока. Он как раз посередине. Но если люди хотят поехать отдыхать на Ближний Восток или в Южную Корею, я бы им не советовал. С другой стороны, официально пока никаких карантинных или других профилактических мер не принято. Спасибо. Я напомню, что на прямой связи из Алматы был доктор медицинских наук Андрей Дмитровский, который рассказал, насколько опасен вирус МЕРС для человека. Шанс на здоровое будущее получили почти три десятка казахстанских детей. Средство на сложнейшие операции перечислил благотворительный фонд «Дом». Моя коллега Алиаса Здыкова побывала в одной из семей, которой подарили надежду. У нее здесь была опухоль, ну сантиметров два, наверное, сюда искусственно. А вот сюда вот ей ладошку раскрыли, вот ладошка раскрыта. Все замечательно. Рожатая ладошка Айалы – главная причина счастья в доме Кадырбековых. После сильного ожога малышка могла остаться инвалидом на всю жизнь. Денег на лечение в семье простого шахтера не было. Но операция состоялась. Помог благотворительный фонд «Дом». В письме я сказала о том, что я искренне его благодарю. За такой поступок, что он действительно любит детей. Наша мечта осуществилась. Все, что нам надо родителям, это чтобы дети были здоровы. Это же наше будущее. Только ради них стараемся. Деньги на лечение – самый крупный взнос от частного лица, пожертвовал Нурсултан Азарбаев. 300 тысяч долларов глава государства получил в качестве гонорара к премии мира «Шелковый путь». Этих денег хватило, чтобы подарить надежду почти трем десяткам казахстанских семей. Мы распределили эту помощь в нескольких направлениях. Самая большая часть, конечно, пошла на лечение детей. Потому что «Подари детям жизнь» – это акция, которая является самой финансово емкой в нашей работе. У нас еще будет приобретено, вот мы сейчас ждем поставки оборудования для реанимации Алматинской инфекционной больницы. Жизнь Айалы возвращается в нормальное русло. Операции больницы позади. Малышка будет расти здоровым ребенком. Но этот поступок президента вызвал еще один неожиданный эффект. После успешного лечения девочки благотворительные акции в Жизказгане стали проводиться чаще. Алия Сыздыкова, Василий Савкин, Гульжан Айнабекова, Сета Саинов, Хабар, Караганда. Алия Савкин Малькам ценных пород рыбы помогают сотрудники природно-охранной прокуратуры и водной полиции. Мой коллега Виктор Сутягин об опасности, которая подстерегает молоть рыбы на длинном пути к морю. Вдоль берега Урала видны сотни больших и маленьких труб, уходящих в воду. По ним перекачивается вода для полива огородов и полей. На первый взгляд, никакой опасности эти водопроводы не таят. Но эти трубы – смертельные ловушки для мальков, которые скоро массово начнут скатываться от нерестилищ верхових реки к морю. По такой трубе из Урала в сутки перекачиваются десятки кубометров воды. И сколько в нее уже сегодня попадает мальков или может попасть, подсчитать практически невозможно. Десятки, сотни, а может быть и многие тысячи. Если для мальков риск попасть в поливные трубопроводы, пытаются сотрудники природно-охранной прокуратуры и водной полиции. Запричать качать воду никто не собирается. Мы просто хотим навести порядок, обязав физических и юридических лиц соблюдать законодательство, установив на заводзаборных сооружениях специальные защитные устройства, которые предотвратят попадание в них мальков. Еще одна опасность на пути мальков – движение по Уралу судов с мощными моторами. По правилам, в период нереста и ската молодей рыбы передвигаться по реке могут лодки с моторами только в 40 лошадиных сил. Однако большинство судов, курсирующих по Уралу, оснащены моторами до 350 лошадиных сил. От винтов такого двигателя малькам просто не спастись. Скат мальков начнется в июле. К этому сроку мы официально предупредили всех владельцев прекратить движение судов с моторами мощностью более 40 лошадиных сил. Лодки-нарушители будут изыматься и отправляться на штрафную стоянку. К наведению порядка на Урале будут привлечены сотрудники рыбоохраны, общественности. Чтобы к началу миграции мальков, частиковых, осетровых пород рыбы, дорога для них была максимально безопасной. Виктор Сутягин, Азельхану Ахитов, Хабар, Атрау. Сразу после наших новостей смотрите специальный выпуск, посвященный Пятому съезду мировых и традиционных религий. Наши новости также доступны на официальном сайте нашего канала www.chabar.kz. Мне же остается попрощаться с вами. Спасибо за внимание. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова